Когда 22 июня Германия напала на Советский Союз, на самом деле проблемным там было положение только на Западном фронте. Потому что на остальных ситуация контролировалась, мы наносили очень жестокие контрудары, а Западный фронт был провален. Командующего фронтом генерала Павлова и ряд других генералов за это расстреляли, кого-то потом его реабилитировали, как просто проигравшего, а не как предателя. Я считаю, что когда происходит утверждение, в частности, фашизма, вообще поражения, первая вина не на том, кто совершает государственный переворот, но это его работа, он хочет его совершить. Первая вина на том, кто, подобно Павлову, свои боевые подразделения парализует, бездарно командует. И с этой точки зрения и допускает переворот своим бездействием, некомпетентностью. С этой точки зрения у меня вопрос, с точки зрения здравой военной логики. Кого нужно было бы расстрелять за то, что они допустили переворот на Украине? Вопрос риторический, но ясно, что эти люди были во главе с Януковичем и в команде Януковича. Дальше, по сути, да, на Украине фашизм. Это не ругательство, вот все плохие люди, гады такие, а не фашисты. По определению фашизма, который все уже забыли, фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных кругов крупного финансово-промышленного капитала, олигархических кланов. Вот террористический режим, олигархических финансовых кланов – это, по сути, и есть фашизм, что и есть на Украине. В этом отношении абсолютно правы те, кто, говорят, проводят фашизм, терроризм, идил Украины. Это верно. Хотя, мне кажется, что разговор о терроризме, он вообще затуманивает вопрос. Потому что, вот верно, профессор Расторгуев говорил о том, что террор, он бывает очень разный в разных ситуациях. Что такое террор, понятно. Что такое терроризм, абсолютно непонятно. Это такое туманное пятно, которым сейчас называют некоего противника, использующего силовые методы борьбы. Но любая нормальная власть использует силовые методы борьбы. Любое государство отстаивает свои интересы, любой клан. В этом отношении мы имеем на Украине только уникальную ситуацию, когда есть фашизм и нет государства. Потому что, безусловно, украинская государственность, если даже предположить, что она существовала, я хочу подчеркнуть, что этнически украинец, что моих двух дедушек с Украины призвали в 30-е годы на пополнение кадровых потерь в Москве. А вот у меня масса родственников на Украине. Так вот, украинская государственность, если она и существовала, в чем я сомневаюсь, пала 21-22 февраля 2014 года. И нормальным действием России в этих условиях было бы заявить о том, что в связи с крушением украинской государственности Россия берет под свою защиту народы, проживающие, ну как минимум, там, восточнее Днепра. А после этого разговаривать и договариваться. Кстати, санкции были бы такие же. Вот Россия все время умеет сделать что-то, за что ей дадут некий объем ответного удара, вместо того, чтобы сделать в 10 раз больше и получить такой же объем ответного удара. Реакция была бы такая же, не больше. Потому что больше, в общем-то, никому смысла нет это делать. Но, вы знаете, вот те контакты, которые сохраняются с родственниками, со знакомыми на Украине, контакты, которые там получаются в сетях, они рисуют интересную картину. Действительно, крайнее недоверие и озлобленность по отношению к России, состоящие из следующих факторов. Если бы вы навели порядок на Майдане и помогли их там всех замочить, мы были бы благодарны. А вы допустили переворот, а потом отобрали у нас Крым, Донбасс и так далее. Значит, вы, хотя я за воссоединение Крыма, я прекрасно понимаю, что вообще-то исторически Украина – это Поднепровье. И область войск Донского даже не часть Новороссии, его неправильно так называют, потому что Новороссия была чуть западнее. Вот, но, значит, нужно было действительно в этом отношении их обиды-то в том, что по сути не помогли, а по частям стали разбирать. Значит, вам это нужно было, значит, вы это затеяли. Кстати, вы знаете, в 2008 году сталкивался с подобным отношением у тбилисцев. Что же вы, республики забрали, а Саакашвили оставили? Уж вы либо не трогайте республики, либо и Саакашвили выгоните. А вот так, вот эта манера все время полшага, пропасть в полпрыжка перепрыгивать, она России дороже, на самом деле, оказывается. То мы объявляем необходимость создания стратегического экономического планирования, то поручаем создать эту систему министрам, которые, так сказать, в вожище от того, чтобы такая система состоялась. Министром либерального блока. И в этом отношении ведь есть еще один момент, о котором мы забываем. Вот что такое ментально, скажем, Дмитрий Ярош? Вот был мальчик советский из Днепропетровска, да, ни с какой ни западенщина. Был в пионерах, был в комсомоле. Потом пришли некие ребята и рассказали ему, что все это плохо. Весь период советской истории – это ужас. Ленин плохой, Сталин плохой. Все это государство преступник и так далее, и так далее. Он сказал, да, надо же, а что же тогда хорошо? Вот на фоне этого сказать, а хорошо, скажем, с февраля по октябрь 1917 года, это любой плюнет. Значит, подспудно, а вот хорошо было до революции. Но это можно было бы сказать мальчику, там, Медведеву, где-нибудь из Перми или из Ленинграда. Сказать это мальчику Дмитрию Ярошу из Днепропетровска, ему-то зачем белый русский царь? Такая же получается гадость. И тогда он начинает искать, а что хорошо? Значит, чтобы ни царя, ни Ленина со Сталином. Петлюра, Бандера, Шухевич и так далее. И тогда он уходит в эту альтернативу, как некую мнимую, говоря о том, что тогда может быть вот так. И вот на этом разрушении отношений и уважения советского периода начали плодить, на самом деле, нацистов в других республиках. Кстати, мы говорим там о Ленин-Ападе, о разрушении памятников советским и царским генералам там сносит. С чего началось-то? С того, как в Москве ровно такие же люди, с такой же психологией, говорящие, а зачем нам космос, а зачем нам вооружение, а зачем нам заводы, а зачем нам пенсия, сломали памятник Зержинскому. И подняли истошную истерику этим летом, когда встал вопрос, что он вернется. Причем одновременно и по поводу Зержинского, и по поводу Владимира. Так что вот этот хаос на Украине рожден в России Горбачеву в 89-м, 91-м году. И пока мы не беремся смелости назвать это преступлением публично, мы не сможем последовательно осуждать преступление, которое творит украинский фашистский режим, существующий вне государственных форматов. Это новация такая. Государства нет, фашизм есть. Но что еще раз говорю, фашизм-то он рождается не от государства. Муссолини стал фашистом и осуществлял фашистский террор, еще не возглавив правительство. Это нечто напоминающее колониальные фашистские режимы. Украину делают чем-то, чем была Латинская Америка во времена О'Генри по отношению к Северной Америке. Банановые республики, дерущиеся между собой босонодие генералы и постоянное право на убийство всех и каждого. В этом отношении, кстати, ведущий верно говорил о приоритетах социал-демократов, дружба с здоровыми силами на Украине, с левыми в Европе. Вот талант, он кто? Он левый или он правый? Если, по сути, он поддерживал и поддерживает нацистский режим на Украине. Фашистский режим. Или левая Липен, Мария, которая это осуждает и выступает за независимость Франции от того же самого террора, в частности исламского и в частности Страсбургского, который поддерживает талант. Поэтому очень сильно все меняется местами. Одна из форм фашизма сейчас, это говорить, нельзя применять силу по отношению к фашистам. Вот у нас на территории России до сих пор существуют люди, которые говорят, пусть Россия не воюет на Украине. Она там, кстати, все-таки не воюет. Которые говорят, вот мы за мир. Очень красиво за мир против кризиса. Представьте себе, осень 1941 года, женщины из Москвы копают окопы под Москвой, выходит такой симпатичный, надушенный журналист и говорит о том, что бабоньки, ну что же вы делаете? Ну немцы они такие культурные, ну что мы будем убивать друг друга? Ну пусть они пройдут. Понимаете, вы не довели бы до особого отдела, его бы там этими лопатами или женскими шпильками на части разделали бы. У нас это считается в порядке вещей. Это разрешено. По сути дела, профашистская пропаганда на известных газетах, телеканалах существует и действует до сих пор. И еще один момент. Вот когда мы говорим о том, о переделке ментальности, о вот этой склонности ворольской к насилию и так далее. Понимаете, есть определенные законы о развитии так называемого массового общества и развитии его в кризисных ситуациях. Вот в свое время Брехт, да, этот сонг написал, от голода в брюхе была пустота, я спал и увидел рай, вдруг хриплый рев разбудил меня. Германия, вставай, шагали широкоплечья, знаменно развивался шелк, но мне терять было нечего и я за ними пошел. Ханна Арендт описывала это несколько иначе, и Карнхаузер, но суть в том, что в кризисных условиях массового общества притягательный центр проявления силы. За Ярышем пошли те, кто должны были пойти за коммунистами и за социалистами. Только коммунисты и социалисты, как водится в последние десятилетия, болтали, а Ярыш давал дубинки автомата. Поэтому выигрывает тот, кто предлагает энергетическое действие и надеется на то, что какие-то дипломатические усилия Евросоюза, Лаврова, Метерана, простите, Оланда, еще кого-то, как-то на что-то сущностно повлияют. Сущностно повлияет только одно – реальная военная сила. Тем более не повлияют какие-то, даже если им объявят экономические санкции, потому что они, опять-таки, верно было сказано, говорят, а зачем нам эта экономика? Если сложится ситуация дальнейшего распада и децентрализации Украины, такого неуправляемого, единственным центром проявления государственной энергетики и воли останутся республики области войск Донского, то есть Донецка и Луганска. И тогда, возможно, станет действительно возрождение объединения Украины, точно так же, как это стало возможным в ходе объединения Северного и Южного Вьетнама. То есть тогда к этому центру проявления силы начнут тянуться, и половина еще отрядов правого сектора на их сторону перейдет, как в таких случаях достаточно часто бывает. Но нужна, конечно, дипломатия, нужен, конечно, минский процесс, только ни в коем случае не нужно самим верить в то, что этим можно добиться стратегического успеха. И еще одна вещь, которую я хотел бы подчеркнуть. Конечно, Российская Федерация – это одно государство, а Украина претендовала на то, чтобы быть другим государством. Но вообще-то это одна страна. Вот страна и государство – это разные вещи. Это одна страна. И если на территории этой страны одно из претендующих на существование государств прекращает свое существование, вполне естественно, что свою обязанность по отношению к населению страны должно выполнить другое государство. Я думаю, что разделение между Западной Германией и Демократической Германией, сущностно, было значительно больше и глубже, чем между Украиной и Россией. Потому что, вообще-то говоря, еще раз, но Украина – это ядро России, историческая зона российской, если на то пошло. Само слово «Украина», оно произворно. В свое время вот Москву, Северную Украину и называли. Поэтому это одна страна. Относиться к этому надо как одна страна и как можно меньше всерьез разговаривать о суверенитете несуществующих государств. Больше говорить о праве наций на самоопределение в форме воссоединения. Продолжение следует...